Разговор по чесноку на радио UFM Разговор по чесноку на радио Я всегда был очень стеснителен и боялся сцены Мне было очень тяжело даже в свое время связать два слова Я не мог даже мечтать о каких-то выступлениях на больших сценах Перед огромным количеством людей Тем более давать интервью или снимать клипы, которые будут показывать по телевидению Я просто услышал рэп Он очень сильно поменял мое мировоззрение Я никогда не думал, что в песнях можно говорить такие вещи Я привык Мы же все в то время По крайней мере, я 87-го года рождения В 90-х все слушали попсу И в принципе, ну рок, ничего не было больше И когда я услышал первые рэп-записи Меня это очень сильно впечатлило до глубины И я начал потихонечку сам пописывать То есть расскажи, когда вообще была запись твоего первого трека? Сколько тебе на тот момент было? И можешь ли ты назвать его удачным? Ну лет 15, наверное, мне было, когда мы первую песню записали Это была самопальная домашняя студия Одного небезызвестного в музыкальных казанских кругах человека Удачная или неудачная? Ну, на самом деле, да Я очень хорошо публика восприняла Тогда был форум Злой дух форум Мы выложили эту песню И публика так как-то нормально отреагировала Она была стебная, называлась «Наглость» И, ну, как-то она хорошо, в общем, была воспринята, скажем так, критиками Окей, а расскажи, как друзья, знакомые, близкие поддерживали? Или как-то более с критикой относились? Друзья, знакомые больше, да А там, скажем, например, мои дедушки и бабушки, они были против этого Потому что они думали, сегодня рэп, завтра героин Вот это вот клише Очень популярное в то время Ну, в принципе, потом они смирились, близкие люди, родственники Что это все равно часть жизни И без этого как-то никак И, в общем, никто, скажем так, особо не мешал Ну, ты говоришь, что у тебя была боязнь сцены Как вообще проходил твой первый концерт по ощущениям для тебя? Прямо концерт или выступление? Ну, давай поговорим о первом твоем выступлении Первое выступление было связано не с рэпом Я очень боялся вообще выступать с рэпом Как боялся? Для меня это была ответственность Я считал, что если ты выходишь к микрофону Начинаешь что-то говорить, читать рэп Ты должен максимально, скажем так, как говорят Прохавать это все И если ты что-то написал, если ты это исполняешь То ты в ответе за каждое слово Если, конечно, это не какой-то стеб И первые мои выступления были связаны именно с КВН А потом, когда я набрался какой-то уверенности Мы выступали в школе, я помню Это был 10 класс, актовый зал Мы выступали, было... Ну, прям... У всех есть У всех людей, которые выступают на сцене Есть такие моменты, когда ты выступаешь И ты просто весь такой красный Потеешь Некоторые органы начинают отказывать Мы втроем выступали с ребятами И кто-то забыл слова, кто-то еще что-то Кто-то не попадает в бит Я все это слышу, мне прям плохо Но люди никто этого не заметил Все очень хорошо отнеслись У тебя, насколько я знаю, даже было несколько сольных концертов Вот расскажи про них Ты уже к этому времени подошел более ответственно, я так понимаю? Да Один из первых сольных концертов был, по-моему, в 11-м году Ну, да, было достаточно много народу Тогда еще не было там диска какого-то Просто пришли люди послушать Я вообще удивился, что кому-то интересно мое творчество Люди пришли послушать мои песни Подпевали Ну, было очень как-то задушевно Там не было какого-то шоу Я просто разговаривал с людьми Исполнял свои песни Ну, было очень как-то вот камерно, что ли Не знаю, я зарядился тогда Но почему-то после этого я больше не делал сольных концертов Не знаю почему Расскажи мне, как исполнитель Как ты считаешь, должна ли быть некая параллель между исполнителем и его слушателем? Должна ли быть некая дистанция или лучше делать все вместе? Дистанция? Ну, я считаю, что вообще исполнителям нужно быть как можно ближе к людям, которые слушают их творчество Музыку, не музыку Да проще надо быть Если люди подходят, хотят пообщаться, нужно общаться То есть зачем вообще все это тогда? Если это не приводит к общению Спасибо Я предлагаю сейчас посмотреть отрывок из твоего клипа «Не люби» Не люби Не страдай Просто уйди Просто прощай Не люби Не страдай Просто уйди Просто прощай Да уж парился, думал Любовь до старости Такое ведь случается А в сказках суть проста Тот, кто любит больше Почему-то всегда остается брошенным Что же мы? Любовь свою прожгли Эти этажи забрали Часть души — это жизнь Со своими канонами Но почему ты ушла к этому? Разговор по чесноку на радио ЮФМ Давай поговорим с тобой сейчас о цензуре в рэпе Это такой жанр музыки, в котором, ну, определенную долю слов в песнях составляет ненормативная лексика Как ты вообще относишься к этому? Поддерживаешь или осуждаешь? У меня буквально только одна песня есть с ненормативной лексикой Что-то меня выбесило там тогда бывшая Я решил все высказать Я вообще считаю, что Моя позиция долгое время была такой И сейчас остается, что Ну, нельзя обматериться в песнях Это же песни Их может слушать молодое поколение И отношение у них к музыке Должно быть как к чему-то возвышенному К чему-то высокому И если они слышат там мат, который они могут услышать в подъезде Или во дворе от пьяных соседей То музыка обесценивается Но такие жанры есть Они есть, были и будут Этого не надо запрещать Потому что каждое направление имеет право на существование Я стараюсь не осуждать то, с чем я не согласен Ну, рэп без мата Это, наверное, как, я не знаю Как студенты без доп-сессий То есть этого не избежать Первоначально рэп – это музыка протеста Музыка крайне негативных эмоций Музыка, там, диссонанса И люди, которые занимаются рэпом Ну, которые с пониманием это делают Они так или иначе выражают свое несогласие с чем-то То есть сейчас моментов, с чем ты можешь быть крайне несогласен Меньше, чем лет 10-20 назад То есть тогда это было все как-то Социально тяжелее было, социально острее Сейчас в основном социальный рэп – это Говорит о неравенстве богатых и бедных О неравенстве разных социальных слоев населения Ну, мат, мат, ну, не знаю Вообще, вот если по-простому говорить То если мат к месту То это приятно слушать Потому что это же есть Это же… Ну, вот есть хоть один человек, который не матерится в жизни Я таких не знаю Как говорила Фаина Раневская Лучше быть матерящимся, пьющим, курящим человеком Чем тихой, миролюбивой, там, спокойной тварью Вот я с этим согласен Я знаю, что ты раньше активно организовывал благотворительные концерты Все собранные средства с которых отправлялись нуждающимся Расскажи вообще, как проходит эта организация Какие сложности, трудности могут возникнуть? Сложности и трудности, как таковых, мы, наверное, не встречали Но единственное, когда мы собирали деньги Да, там, пришлось потратить время, чтобы найти людей Которые готовы деньги свои отдавать Ну, были трудности с освещением Потому что, когда мы ездили в Дербышкинский детский дом Нам почему-то запретили приглашать СМИ А мы именно хотели обратить внимание на проблемы этих детей И, ну, тем не менее, все равно концерт состоялся Нас поддержало очень много музыкантов Я помню, мы с прогульщиками ездили Там много было артистов, аниматоров, ведущих Да, я не могу сказать, что там были какие-то трудности Никто не подходил, там, не закрывал нам проезд Я не знаю Главное делать, все остальное Ну, вот, скажи примерные инструкции Допустим, я хочу организовать боготворительный рэп-концерт У меня есть несколько знакомых исполнителей А, именно рэп-концерт? Да, да, да У меня есть несколько знакомых исполнителей Что я должен сделать? Какая инструкция такая существует? Ну, самое главное, нужно прийти к тому, зачем вообще это нужно Кому это нужно? Нужно обозначить проблему Боготворительные мероприятия должны решать проблемы Допустим, там, детям не хватает денег, там, им нужны подгузники, например Такое бывает в детских домах до сих пор Нужно собрать средства, ну, на что-то жизненно необходимое Обозначаем проблему Обращаемся, например, в органы власти Если они поддерживают Они поддерживают, как правило, если с ними поговорить Если не поддерживают, можно заручиться поддержкой других людей Ничего страшного Находим площадку, находим исполнителя Обычный исполнитель, это самое простое Люди откликаются очень просто Очень быстро, готовы принимать участие в таких вещах И просто освещаем максимально это мероприятие Чтобы как можно больше людей пришло И, соответственно, внесло свою лепту Вот скажи по своему опыту Сколько примерно человек приходит на такие мероприятия? Ну, мы не делали, знаешь, благотворительные мероприятия на улице Мы обычно ездили непосредственно к самим детям То есть общение с детьми гораздо полезнее Чем привезти им шубу или книгу, еще что-то Им вот этого не хватает Но, если говорить о неблаготворительных хип-хоп концертах У нас было от 500 до 1000 с чем-то людей Вот так вот То есть, ну, как бы Собрать людей, это не так уж и сложно Было бы желание Разговор по чесноку на радио UFM Давай сейчас поговорим о такой популярной вещи Как интернет-баттлы Я думаю, сейчас только ленивый не слышал про слово Версус Расскажи свое отношение к ним Ты знаешь Я посмотрел отрывок Версуса, по-моему, да, Версуса И больше не смотрел Мне не нравится Рэп, который Мне вот Как человеку, который просто любит этот жанр Хип-хоп, рэп Мне не нравится Оксимарон Потому что Он несет очень много негатива в своем творчестве Я не могу его слушать Знаешь, вот Ты едешь Куда-нибудь по делам Или домой И я не буду слушать Оксимарона Потому что он будет меня Настраивать на какие-то негативные вибрации Потому что музыка, слова Это то, что настраивает людей На определенные эмоции На определенное настроение Единственное, кого я могу вообще всегда слушать Приятно и с большим удовольствием Это Нойз Нойз умеет стебаться так Чтобы было как бы и не обидно И в то же время он подчеркивает твои какие-то слабости А не строит там свою линию атаки На каких-то физических изъянах человека Он говорит о том, что человек может изменить Да, там в себе Это очень остроумно Это очень легко Это очень весело Это очень прикольно звучит Сам бы никогда не хотел поучаствовать в мероприятиях подобного формата Я участвовал во фристайл-баттлах Это было забавно Но Не знаю, мне кажется, этим заниматься должны люди Которых это получается лучше, чем у меня Вот Таких много И бывали удачные моменты Бывало, что мы там просто С другом моим КВНщиком Рафаэлем Нас на дне первокурсника просто вытащили на сцену Включили бит Давайте читайте Это было просто потрясающе Это просто было, знаешь, вот Все как-то шло очень легко И мы читали, друг друга там подстегивали Толпа орет, все вообще классно Но Я бы не стал этим там заниматься вплотную Это Не совсем то А я знаю, что ты действительно очень разносторонний человек Музыкант, творческая личность С недавнего времени бизнесмен Расскажи, как у тебя получается все успевать Все это совмещать в себе Ты знаешь, я как-то особо не задумывался Я помню, что вот Когда я учился в ВУЗе Я был там Исполняющим обязанности представителя соцсовета Занимался параллельно, составал команду КВН У нас не было команды КВН тогда в Академии правосудия Занимался тем, что мы как раз организовывали волонтерское крыло Нормальное волонтерское крыло Не вот это вот с флагами Мы волонтеры универсиады Я говорю о волонтерстве именно Извините Телефон решил напомнить о себе Минутка рекламы Все, шучу Ну то есть мы занимались реально Какими-то полезными вещами Мы не надевали какие-то брендированные там футболки Не выходили на митинги И не махали флагами Мы ездили в детские дома Мы помогали ветеранам Какие-то вот такие вещи делали Собирали средства на там операцию для детей У которых там очень сложная ситуация Параллельно было еще КВН Рэп Еще что-то Еще что-то Я У меня вообще ничего не получалось У меня вообще все валилось из рук Я думаю Блин, как так вообще Я приходил утром в вуз Уходил ночью И постоянно какая-то движуха Что-то, что-то, что-то Потом меня выгнали С поста капитана команды КВН Потому что я пошутил про администрацию Ну, перед самой администрацией У нас же не любят, как бы, такие вещи Надо, чтобы было там Тартип Тартип-ле, короче, как у нас говорят в Торстане Вот А мы что-то стебанули так весело Люди поржали А меня в итоге сняли с должности капитана команды КВН Выгнали с должности председателя студсовета Вот Тогда я вот научился многозадачности А сейчас, ну, мне кажется Если ты занимаешься чем-то одним Ты должен в этом максимально себя раскрыть И потом уже переходить к другому Потому что человек, который, скажем так На опыте В одной вещи В каком-то одном направлении Ну, например, если ты хорошо печешь хлеб То ты быстро обучишься готовить другие вещи, да То есть Или там, если ты умеешь собирать самолет То ты без проблем собираешь автомобиль Соответственно, когда ты прокачиваешься в каком-то одном направлении Второе направление уже дается тебе легче Второе высшее же тоже не с первого курса получается С третьего там курса Ну, по крайней мое время было Вот И когда ты в чем-то разбираешься уже У тебя есть какие-то знания, какие-то умения Это отнимает гораздо меньше времени, чем на самом старте И поэтому, не знаю Я не могу заниматься чем-то одним Знаешь, вот Мне нужно, чтобы было много направлений И чтобы и там, и там, и там Ну, если говорить, например, о наших клубах Закрытых наше место То вот у меня очень сильно помогает моя команда Которой я могу довериться Я могу уехать из города на неделю или на две Я знаю, что все будет хорошо Скорее всего, не сгорит никто Никто не умрет, скорее всего То есть, ну, вот А рэп У меня есть студия звукозаписи Я могу в любой момент прийти, записать песню Ну, не знаю Это как-то все налажено Еще остается достаточно много свободного времени Для меня это очень важно Чтобы у меня было свободное время Потому что, если у меня будет постоянно Вот, я буду занят, как робот, короче Меня это очень сильно угнетает Мне нужно, чтобы я мог, вот, например Проснуться утром Или днем, если вчера до утра работали Я мог так сидеть и думать А, мне сегодня никуда не надо Стройка идет, работа работает Там еще что-то, еще что-то Я могу, например, оп А, сегодня интервью, надо ехать на интервью Завтра я могу проснуться, надо поехать туда Послезавтра я могу проснуться И просто валяться дома, да Почему бы и нет Раз там в месяц Два раза в месяц я могу себе позволить День провести дома Это вообще, кстати, классно Так люблю дома лежать Разговор по чесноку на радио UFM Кто-то любит гулять по улицам Кто-то просто по ночам полежать в кровати Послушать музыку Дабы достичь чего-то более творческого Расскажи про свои источники вдохновения Ты знаешь, я думаю, что Настоящий источник вдохновения Он всегда внутри тебя скрыт То есть Можно говорить Вот там Ксюша, ты меня вдохновляешь На самом деле нифига Ты вдохновляешь сам себя Ты просто Создаешь образ Который якобы В тебе Что-то вызывает Какую-то энергию А мне кажется, что Истинный Источник вдохновения Истинный источник радости Или печали Они все скрыты в нас самих И при достижении определенного Какого-то духовного развития Если там читать умные книжки Разговаривать с Далай-ламой Периодически То Можно прийти к тому, что Для вдохновения тебе ничего не нужно Кроме себя самого Я к этому стремлюсь Но Естественно, я обычный человек Поэтому Да Можно Пройтись по улице У меня, кстати, бывало такое Что я ехал Или гулял По Казани И я просто так, знаешь Вот Смотрел И задумался Блин, вот этим зданием Там сотни лет Да, там Казани Там вообще Более тысячи лет Это Мы любим Вот с друзьями ходить Замечать какие-то Здания Которые уже давным-давно Заброшены И просто представлять Что там раньше Тоже была жизнь Там 100, 200, 300 лет назад Могли жить люди У них были свои проблемы Свои какие-то радости Свои заботы Свои приколы И Им вообще не нужно было Ни интернета Ни телевидения Ничего А они спокойно жили И радовались жизни И вот такие мысли Они могут вдохновить Ну, естественно Девушки Вдохновляют Девушки И какие-то достижения Какие-то неудачи Они заставляют Говорить Ну, люди В основном Люди вдохновляют У меня недавно Песня написалась Наверное Недельки-две назад О дружбе О том Что не надо Менять океан на лужи Все Надо добраться До студии Записать ее Мне она прям нравится Я пока не Не утратил интерес Бывает, знаешь Такое Напишешь песню И такой Слушай, слушай День, два, три Недели И все Она тебя надоедает И ты ее не записываешь В итоге Короче Но пока С этой не так Давай поговорим С тобой сейчас О хип-хоп-культуре В Татарстане Как ты считаешь Насколько высоком уровне Она находится В данный момент Самый известный рэпер Из Татарстана Из Казани Это Злой Дух Вадим И никто его пока Не смог Превзойти Чайен Фэмили Из Челнов Ребята Делают Свою прикольную Музыку Дэнс Холл Очень интересно Послушать Ты знаешь У нас нет Как таковой Какой-то Очень сильный Комьюнити В Татарстане Как в Москве Или в Питере Или в Ростове Если там Лет 5-10 назад Я мог Любого Исполнителя По имени Назвать И рассказать Что-то Про него Сейчас я знаю Только старичков Которые Давно уже Этим занимаются И просто Видимо Не могут уйти Потому что Привыкли И по инерции Занимаются Этим Новичков Становятся Очень Вот я был Недавно В жюри Фестиваля Рэп Фестиваля Было Очень много Новичков Я прям Удивился Я думал Господи Что вы До сих пор Читаете Рэп Ребята Серьезно Круто Я был Очень приятно Удивлен Но Проблема В том Что Вот если Говорить Про КВН Про рэп То что Мне близко Очень много Шаблонов Я родился На улице Я вырос На улице Меня Убивали Я убивал Вот как Если кто-нибудь Смотрел Десятисекундный Стендап Вот Они стебали Эту штуку Ну вот Просто слушаешь И думаешь Господи Ну что Вот Песня Она же должна Что-то Рассказывать Она должна Либо развлекать Она должна Воспитывать Она должна Направлять Она должна Вдохновлять Вот я вот Слушаю Некоторых Ребят И думаю Ну что Она ничего Нового Не дает Когда 16-летний Подросток Рассказывает О том Какой он Крутой Летние ребята Выходят Раскачивают Да Это круто Там уже Не так важны Наверное Именно слова А сама энергетика Да Энергетика Прокачивает Ну В целом Состояние Вообще Хип-хоп Культуры Даже Би-бои Говорят Что Среди них Не так много Там Дружных Коллективов Которые Друг с другом Постоянно общаются Ну не знаю Мне очень сложно Судить Потому что Я Не объективен Ко всему этому Мне это все Близко Нравится Хотелось бы Чтобы появились Какие-то Знаешь Ребята Которые бы Всех Объединили И такие Давали бы Концерты По городам Чтобы люди Начали говорить О том Что вот На рэп-карте России Появился Город Вернулся Город Казань На эту Рэп-карту Рэп-карте Для тебя Плохие новости Я довольно Таки Давно Слежу За твоим Творчеством Начинал Тогда Когда у тебя Вконтакте Еще было Ну примерно Полторы тысячи Друзей Сейчас я знаю Их десять тысяч И пять тысяч Подписчиков Можешь ли ты Считать это успехом Я не знаю Почему люди Постоянно Обращают На это Внимание А у меня Раз в пятьдесят Спрашивали Ты накручивал Друзей Нет Как бы Ну я не знаю Ну ты знаешь Очень много Факторов Я же работал На телевидении На Муз-ТВ На эфире Делал Постоянно Какие-то песни У нас Было несколько Песен Которые Очень хорошо Распространились За пределы Казани Татарстана Да Вот я даже Недавно отдыхал В Турции Там была девочка Она не поверила Что песня Которая у нее Давным-давно В ноутбуке Моего Сочинения И исполнения Прям не поверила Сказал Ты врешь Блин Обидно было Ну Наверное Да Наверное Это какой-то Такой Успех Но Я как-то Очень достаточно Просто К этому отношусь То есть Понятно Ну и Что значит просто Да То есть Мне там Каждый день пишут Чувак Вот я продаю носки Репостни пожалуйста К себе Или там Чувак привет Вот мне нужно Там Я не знаю Там Вот за меня голосуют На конкурсе Я могу выиграть Там Мороженое Можно репостнуть Я стараюсь Всякие вот Ну фильтровать Очень сильно То что я на страницу Выкладываю Потому что Много взрослых людей Читают И В принципе Молодежь читает Поэтому Надо как-то ответственно Что ли Относиться к этому Не знаю я Ну вот Когда будет Сто тысяч подписчиков Сто тысяч подписчиков Тогда поговорим Об успехе Разговор по чесноку На радио ЮФМ Хорошо Вионерское стивное творчество Расскажи пожалуйста Чего нам ждать От тебя в ближайшее время Может быть полноценный релиз Или какие-то новые клипы Песни Вот Хороший вопрос Хороший вопрос Спасибо Новые песенки будут Обязательно Они уже будут такие Я прохавал жизнь Вот такие будут По поводу клипов У нас есть две задумки С шестого года Мы хотели снять Клип про Казань С другом У меня есть друг Йоза Тайдар Он руководитель Light Studio Вот Мы давным-давно С ним Решили снять Клип про Казань Он Это как ремейк Как трибьют К песне Джей Зи И Алиша Кис Empire State of Building Вот это Нью-Йорк А мы сделали Казань Как бы оригинально Вот Первый мой кавер Кстати на самом деле И Получилось очень На мой взгляд Достойно И с такими Правильными словами У нас сейчас Пока проблема в музыке Брать оригинальный минус Не очень хочется Это будет уже Немножко как-то Ну Не по творческому А мы Сделали музыку Сделали аранжировку А сейчас я понимаю Что она Ну так себе Если честно Она не качалая Она какая-то лиричная Для бабушек Скажем так Не хочу обижать бабушек Вот Но Как только Вот я найду Композитора Который сделает Такую песню Которая мне нужна Именно минус Мы запишем И обязательно Будем в этом направлении Двигаться Но мне даже Рустам Нургалич Маниханов Обещал сняться в клипе Это чистая правда Я как-то вел Выпускной в Иннополисе Я подошел Там был Рустам Нургалич Я подхожу Говорю Здрасте Рустам Нургалич Помните Я рэп читал Про набережную Да-да-да Привет Так улыбается И говорю Вот клип снимаем Про Казани Может быть Можно вас будет снять Конечно Конечно То есть я вообще Был немножко удивлен Вот таким Такой его открытостью Даже забыл Кому написать Забыл спросить Кому написать Но потом я нашел Одного человека И в общем Ну должно быть Должно быть Да Еще есть замут Про клип Про Толстячков Степовый Вот Никак не могу Переделать припев Вот Что-то вот Жду Вот этого наития Как только Так сразу Вот Ну видишь У меня пока Сейчас приоритеты Таковы Что Я занимаюсь Вот именно Клубами Хочется Это все развивать Потому что Люди Людям это нравится Все равно Раз взялся Как говорится Держись Вот Поэтому Как-то так Дай пожалуйста Совет молодым Исполнителям Какой-нибудь Как можно пробиться Самый главный совет Не слушайте советы Наверное Не знаю Вот Я читал Всякие книжки Про успех Про мотивацию И Я пошел к выводу Что Люди Рассказывают Свои истории Но ведь У них там Не было Людей Которые Говорили Вот Надо делать Так Надо делать Так Надо максимально Мне кажется Быть самостоятельным Короче Вот Я всегда Люблю Говорить Будь собой Не ври Будь честен С собой И с другими людьми Ну для меня Это прям Очень важное Правило Если человек Врет Если человек Обманывает Это для меня Уже не человек А существо Другого Скажем так Вообще Что ты делаешь Что ты делаешь Главное Чтобы это Приносило Еще и пользу Другим Ну и Мне кажется Нужно Поменьше Слушать Советов Всяких Чуваков Которые думают Что они Крутые Типа меня Не слушайте Мои советы Книжки Когда он Тебе Говорит Что-то И делает Что-то Когда ты Понимаешь Истинные Мотивы Людей Тогда Действительно Можно Понять Слушать Этого Человека Или нет В этой Или в другой Ситуации Как-то Очень Все Размыто Я говорю Потому что Наверное Нет такого Универсального Совета Самое То Что Никогда Не ошибешься Это Да Будь Собой И не Ври Просто Не Ври Ни себе Ни другим Будь Честен И тогда Мне кажется Судьба Будет Благосклонна Но Будут Испытания Очень Много Слушай Такая Просьба Можешь Исполнить Что-нибудь Сейчас Прямо Лайвом Акапельно Из своего Творчества На квартале Переехал На горке Через 10 лет Обратно Зная Что Завтра Город Лишь Прекрасней Станет Это Правда Казань Наша Сказка Наш Великий Кремль Был Взят Грозным Было Сильным Войско Но Было Им Не Просто Смелые Татары Это Наша Кредо Не Сдались Без Боя Мы Любим Победы Город Акбарса Рубина И Зенита Даже Свободу На века Получил Почет От народа Сколько Достоинств Я не Устану Восхвалять Тебя Моя Столица Татарстана Вот это Из песни О Казани Как раз Очень круто На самом деле Очень крутая подача Мне всегда нравилось Это в тебе Ну а с вами В этот вечер Были Александр Фирсов Ментимер Нугманов Смотри Универ Смотри Разговор по чесноку На радио ЮФМ